привет друзья существует всего один способ понять поступили вы правильно или нет когда мы задаемся вопросом поступили ли мы правильно это значит что в настоящем опыте присутствует переживание в основном это эмоциональное переживание которое мы классифицируем как негативное отрицательное или нежелательное в основном когда у нас позитивные эмоции присутствуют мы не задаемся вопросом поступила ли я правильно и следовательно из этого возникает критерий позитивности и негативности чувства как мерило правильного решения но позитивность и негативность чувства не может использоваться в качестве критерия для отбора правильности решения потому что это чувство каким бы она ни была возникает уже потом после того как решение было принято существует единственное верное истинное мерило правильности принятого решения это очень просто если решение было принято действие сделано если произошло какое-то действие значит это было правильно если нечто не произошло значит правильно то что оно не должно было происходить вот и все когда мы наблюдаем за разумностью устройства нашей вселенной мы заметим что все устроено гениально не существует ничего случайного все потрясающе и совершенно я думаю многие из нас наблюдали за тем как протекает жизнь в муравейнике как устроен листочек как устроено человеческое тело какие разумные процессы происходят в человеческом теле с какой разумности устроены космические системы галактики как разумно устроена вселенная так почему же мы предполагаем что в человеческой жизни что-то происходит хаотично единственный элемент человеческого опыта который возникает после того как событие произошло это ощущение я это чувство личности я и мы имеем в основном некоторое представление об этой личности мы воспринимаем себя как отдельную личность и в зависимости от предпочтений пожеланий страхов ранимостей уязвимости этой личности мы оцениваем произошедшее событие этой личности нет есть только бытие есть только пребывание это все в тот момент когда происходит переживание тот опыт за который мы пытаемся себе настучать по голове существует исключительно этот опыт и после того как он произошел возникает мысленное наслоение это мысленная активность старается оценить произошедший опыт из позиции насколько это вредит мне насколько это угрожает мне мне как отдельной личности как отдельному юниту в тот момент когда опыт происходил когда действие производилось когда происходило осязание слышание видение элементов в визуальном пространстве эти мысли не присутствовали они появляются потом они появляются после того как опыт был прожит единственный критерий единственный правдивый критерий на который можно положиться и знать наверняка что это так это спросить себя произошло ли это событие было ли сделано определенное действие если действие было сделано если слова были сказаны если чувство было прожито это значит что слова должны были быть сказаны символы зрительные образы должны были быть увижены и чувства должны были быть прожиты у нас нет оснований полагать что во вселенной хоть что-нибудь происходит хаотично и неразумно если мы посмотрим внимательно на опыт наш на наши переживания на нашу жизнь мы увидим что есть некоторая сила которая заботится о нас как только мы уходим с дороги как только мы перестаем оценивать опыт через мысленное наслоение это хорошо для меня это плохо для меня нам открываются такие горизонты о которых мы даже не могли помыслить спасибо